САП, САП-сёрфинг, САП-бординг уже давно популярен в регионах с реками, озёрами и морем. Это уже не просто развлечение, греблю на досках признали видом спорта. Официально зарегистрированные федерации, в том числе и в Приморье, проводят различные турниры. САП принято считать одним из самых безопасных видов спорта, но никогда не стоит забывать о безопасности, так как вода опасна для людей стихия. Приморская погода изменчива, абсолютно точных прогнозов не даст ни один из ресурсов. Поэтому уже на месте оцените ситуацию вокруг, определите, куда дует ветер и насколько он сильный. Помните, что ветер – один из самых существенных ограничителей. Когда вы стоите на доске, то становитесь парусом, и в зависимости от того, в какую сторону дует ветер, вам будет плыть легче или труднее. Если происходят какие-то форс-мажоры на море, есть определенные правила, которые требуют. Это не паниковать, а спокойно прибиться в ближайшей зоне, куда вас несёт ветром, к берегу. Если вы где-то далеко в открытом море, то максимально нужно, наверное, расслабиться, лечь на доске, попросить, крикнуть, поднять руку вверх, чтобы люди заметили, что с вами что-то не то. Когда вы спокойно на сапе лежите, поднимаете руку вверх, любой человек, который будет рядом походить, он обратит внимание. Владивосток может похвастаться целой россыпью красивейших бухт, где комфортно гулять на сапах. Они закрыты от ветров и волновых зон, но также есть места, где это некомфортно делать. Допустим, вот этот пляж, бухта Патрокол, он не рекомендуется для прогулок на сапах, потому что есть подводные течения, волновые зоны, они опасны для новичков. Закрытые лагуны, как Навик, бухта Труда, Парис, они очень комфортны для этого, но также там не нужно пренебрегать техникой безопасности. Это банальное оснащение качественной доской. Для безопасности это, конечно же, лиш. Он всегда должен быть при вас. Это страховочная веревочка на ногу. Для многих это по-простому. Хорошее качественное весло, которое у вас не сломается. Только при условии соблюдения всех правил безопасности можно наслаждаться водной стихией без угроз для своего здоровья. Анна Дьякова, Новости на Восьмом. Новости на Восьмом.